Тема сегодняшнего вебинара – работа с историческими источниками на уроке. Проведет вебинар Пазин Роман Викторович, кандидат исторических наук, автор пособий нашего издательства. Материалы сегодняшней встречи, презентация и видеозапись будут размещены сегодня на нашем сайте по завершении вебинара. А вот сертификаты участника в электронном виде будут рассылаться всем участникам только в апреле. Связано это с техническими работами на нашем сайте. Уважаемые коллеги, если у вас возникают вопросы к лектору, пожалуйста, задавайте их в чат. А я желаю всем успешной работы и приглашаю подключиться к нам сейчас нашего автора Романа Викторович. Пожалуйста, мы вас видим. Слышно? Так, ну, уважаемые коллеги, еще раз добрый день. В наши неспокойные времена, да, то есть, ну, надеюсь, с технической составляющей мы разберемся и настроим учебный процесс, да, то есть в условиях тех мероприятий, которые нас настигли. Ну, а поговорим мы с вами о работе с историческими источниками на уроках истории, как, собственно, готовить учеников к выполнению тех заданий, которые предусмотрены итоговой аттестацией, и, ну, безболезненно. Да, то есть, для этого надо их включить в учебный процесс, и, в принципе, будут сформированы определенные умения, которые ученики проявляют на экзаменах ОГЭ, ЕГЭ, и текущая аттестация в виде всероссийских проверочных работ. Ну, очень коротко напомню о том, что, да, у нас с вами работа с историческими источниками многоплановая и многообразная, да, то есть исторические источники бывают разных типов, но мы с вами сегодня, конечно, будем говорить только о письменных исторических источниках, и нужно сделать одно важное уточнение о том, что мы с вами работаем не только с оригинальными источниками, в том числе с учебными текстами, да, то есть, поэтому источник – это не так строго, как это в исторической науке понимается, как информация о жизни прошлого, да, но мы с вами понимаем, что мы можем включать и работы историков, и, ну, всякие другие материалы – это учебный процесс в соответствии с возрастом учащихся. Поэтому работаем мы в основном с учебными текстами, потому что источник – это в том виде, в котором есть, да, то есть мы, как правило, на занятиях весь исторический источник не используем, мы его адаптируем, и он становится учебным текстом. Учебными текстами могут быть первые источники, материалы справочной и даже научной литературы, ну, в зависимости от потребности урока. Действительно, основное содержание предусмотрено у нас в учебниках, но встречаются дополнительные тексты, да, то есть в рабочих тетрадях, справочниках, хрестоматиях, научных работах, художественной литературе, книги для чтения. Если говорить о классификации, да, то есть мы с вами понимаем, что есть первые источники и вторичные источники. На уроках целесообразно использовать и те, и другие. То есть это могут быть и повествовательные, писательные документы, и мемуары, и государственные документы, и периодическая печать, и материалы даже делопроизводства, документы общественных, политических течений, партий, публицистика, и художественная литература, изучаемые эпохи. А может быть и художественная литература исторического жанра тоже на уроках, но она уже будет вторичным источником, как и справочная, так и научно-научно-популярная литература. Главное обращать внимание учеников на то, с чем он работает, да, чтобы он понимал. Работает он с источником, который отражает эпоху как современник, или он работает, например, с летописью, фрагментом, или он работает с вторичным источником, потому что это все влияет на степень объективности и репрезентативности, да, то есть с какой объемом мог работать, например, тот же историк, да, который составлял свой труд, что он уже выжил из источников, да, и вот к каким выводам он пришел. И почему он пришел? Здесь уже несколько иной анализ, нежели непосредственно с источником, первого источника. Какие же у нас типичные ошибки чаще всего бывают по текстам историческим, да, и какие причины приводят к этому? Ну, во-первых, да, то есть самое банальное, что ученики не находят правильный ответ в тексте. И здесь, как правило, это связано либо с непониманием текстом, либо такой ложной ориентацией на только поиск ключевых слов без понимания смысла. Здесь можно часто видеть такие ошибки, потому, ну, и в том числе на ОГЭ и ЕГЭ, ну, допустим, последний пример, да, то есть, который в моей практике был. Ребенок читает текст, посвященный отмене крепостного права, там, выступлением крестьян в селе Бездна, да, то есть по смыслу там не совсем очевидно, о каком событии идет речь, но он встречает фамилию Апраксин и, соответственно, начинает выбирать суждения, связанные с Петром I, да, то есть это такая специальная хитрость была сделана, да, то есть в тексте, в задании, ну, чтобы было более внимательное чтение, да, то есть понимание содержания, переписывание части текста, да, то есть только части. Вместо того, что просят определенный фрагмент, ученик выписывает только его часть. Это, как правило, опять связано с непониманием текста и несформированностью умения осуществлять поиск информации в тексте. С этим нужно работать. Как работать, мы с вами посмотрим. Также ученики часто не умеют выделить требуемое положение, идею, перекомпоновать содержание текста. Ну, это мы с вами понимаем, например, задание 21 государственного экзамена. Опять же, причиной это и непонимание текста, несформированность умения осуществлять поиск информации и, самое главное, несформированность умения синтематизировать, анализировать и обобщать историческую информацию. Причем, как правило, чем старше источник, да, то есть если это текст 16 века, 15, тем сложнее это производить ученику. Поэтому нужно работать, начинать с более простых, да, но если мы работаем постоянно, то, конечно, никаких проблем на экзамене не возникнет. Также ученики не умеют формулировать предложения, то есть часто бывают бессмысленные формулировки, то есть это несформированность умения письменно излагать свои суждения. То есть с этим тоже нужно работать, давать им возможность письменно формулировать свои суждения, разбирать, что там верно, почему верно и почему не верно. Часто не разводят требования привести авторское мнение или собственное суждение, да, то есть, опять же, невнимательность на условия задания. Когда там говорится в задании, что как относится автор к участникам, приведите два его аргумента по тексту, это значит нужно из текста выписывать, а не отвечать только на основе своих соображений. То есть вот здесь тоже часто такая ошибка бывает, ее нужно пытаться избежать. Не могут часто конкретизировать предложенные положения на основе привлечения контекстных знаний. Мы знаем, что часто источники требуют еще контекстных знаний, но здесь либо непонимание сути вопроса, либо отсутствие знаний по теме. Мы с вами понимаем, что формирование знаний с помощью только одних источников не осуществляется. Существует много способов и иных. Так, также ученики часто отвечают не на все требуемые вопросы, и основная причина – это невнимательность, непонимание, опять же, сути вопросов. И не могут справиться с заданием в силу несформированности, обозначенных выше умений и знаний. И последнее, самое такое, то, что встречают эксперты, это неаккуратное оформление ответа, его неразборчивость, нечитаемый, сплошной текст. Ну, здесь теряется смысл, поэтому с этим тоже нужно работать. Если почерк у ученика ужасный, ну, соответственно, тоже нужно говорить о том, что его работу будут читать другие люди, да, в условиях дефицита времени. Поэтому, пожалуйста, да, структурируй, пиши печатными буквами хотя бы, да, в условиях экзамена по истории времени более чем достаточно. По какому принципу мы отбираем тексты для работы на уроках, да, потому что мы же не только к экзаменам готовимся, но и работаем с историческими источниками, потому что работа с историческими источниками – это важные требования стандартов, оно заявлено во всех странах ГОСА, да, я специально не приводил нормативные документы, дабы не превращалось это, как обычно, да, у нас в перечисление нормативных асанов, а более содержательно поговорили. Текстов достаточно много, как вы понимаете, да, то есть, поэтому задача учителя, это основная, это отобрать эти тексты, да, составить задания к ним, выстроить работу. С пониманием, на развитие какого умения будет ориентирован тот или иной текст. Желательно, чтобы тексты дополняли, расширяли, конкретизировали содержание изучаемой темы, то есть не просто, как бы, репродуктивно воспроизводили полученные знания из учебника, из рассказа учителя, из просмотренного ролика, а еще текст бы содержал дополнительные факты, дополнительные положения, авторские суждения, то есть для именно вот такого, ну, расширения, а не только закрепления пройденного материала. Тексты по уровню сложности должны соответствовать познавательным возможностям учеников, да, и постепенно усложняться до уровня адекватного текста на ОГЭ и ЕГЭ. Видел я примеры, когда учитель в девятом классе предлагал разобраться с реформой Спиранского на основе текста «Введение к уложению государственных законов», да, то есть даже адаптировав, его сократив. Но несколько страниц этого текста, да, для девятиклассников просто были непосильны, и это абсурдно, да, то есть, наверное, использовать текст начала XIX века в девятом классе в полном оригинальном его варианте, ну, или даже сокращенном, поскольку это не по возрасту. И подбор текстов должен отражать разнообразные типы заданий, вот какие типы, мы тоже с вами поговорим. Но мы говорили о многообразии источников. Одним из способий, которые работают на работу с анализом исторического источника, это книжка, которая называется «ЕГЭ. История. Анализ исторического источника». Вы видите оглавление, что 250 текстов, структурированные по 15 темам хронологически, учитель может использовать не только в старших классах при подготовке к ЕГЭ эти тексты. И мы с вами увидим сейчас, что форматы ОГЭ поменялись в этом году, и, по сути, они очень похожи на ЕГЭ. Поэтому к выпускникам девятых классов предъявляется очень серьезное требование по анализу исторических источников. Поэтому придется нам работать с разными источниками и в шестом, и в седьмом, и в восьмом, и в девятом классе. Поэтому эта книга будет удобна, что многие из этих источников можно использовать на этапе, например, закрепления, на этапе проверки домашнего задания, на этапе повторительно обобщающих уроков, то есть типов уроков. Эти книгу можно использовать и тексты, которые в ней есть тоже. Поэтому обратите свое внимание. Какие требования нужны к адаптации источников? Во-первых, это я уже сказал, адекватность по объему. То есть, если у вас это шестой класс, то не может быть источником больше, чем на полстраницы А4, иначе будет слишком много времени на это потрачено. Ну, тут от шрифта, конечно, все зависит и прочих технических составляющих. Текст должен быть адекватен по объему. Второе. Не должно быть много избыточной информации. То есть, если нет цели, умение выделять основную информацию. То есть, постарайтесь подбирать такой источник. Сокращение исторических текстов не должно приводить к искажению их смысла. То есть, объективно мы с вами сокращаем источники часто, но смысл должен быть сохранен. Если не преследует цель развития умения работы со справочной литературой, смыслового восприятия текста следует снабдить справками о новых понятиях, именах, собственных географических названиях. Если это не очевидные вещи, да, то есть, ну, если очень много, например, вы берете русскую правду для шестиклассника, да, то там, естественно, нужно пояснять многие значения тех слов и понятий, которые используются. Либо это делать письменно, чтобы сократить время на уроки, на объяснение слов, ну, с москами. Либо, как мы понимаем, может возникать индивидуальная необходимость, ну, тогда вы ответите на этот вопрос в уроке. Но, тем не менее, постарайтесь пресечь предварительно, да, большое количество подобных вопросов. Ну, или напишите на доске, чтобы ученики, вновь встретить другие ученики, которые дойдут до этого фрагмента, да, они не уже обратили внимание на доску, что ответ был получен, что значит то или иное слово. Как нужно работать с текстом, да, то есть, есть определенные правила. И здесь, опять же, мы с вами понимаем, что алгоритмизация работы – это формирование умения. Формирование умения идет через определенные этапы, да, поэтому, конечно, на первых этапах требуется большая поддержка учителя, ну, впоследствии, конечно, ученики осваивают умение и его развивают уже больше самостоятельно, да, требуется уже гораздо меньше поддержка учителей, учителя-учеников. Ну, на первом этапе, в шестом классе, в пятом, там, в седьмом мы, конечно, читаем слух небольшими частями, да, то есть, обращая внимание на правильность прочтения слов, на ударение, работаем с незнакомыми словами и выражениями, на понимание смысла, особенно это актуально, ведь шестой, седьмой класс – это тексты до семнадцатого века, включительно по истории России, да и по всеобщей истории, и там много каких значений требуются для разъяснений. Поэтому, либо вы выбираете, например, источники вторичные, допустим, справочную литературу дополнительно адаптированную, ну, либо какие-то источники, подходящие под возраст. Конечно, нужно проверить, насколько, там, какая главная мысль, да, прочитанные части текста, формулирование ее, вот, и установление логических связей, то есть, как идет автор, его рассуждение. Если есть сложности с этим, у учеников, тогда можно составлять план текста, и это поможет им сформулировать основную идею и увидеть логику разворачивания авторской мысли. Дальше. Обязательно нужно осмыслить текст на предмет того, а что нового вносит он в понимание изучаемой темы, то есть, что они знали, а чего они не узнали, что нового в нем, какие факты приведены. Разбор заданий к тексту, устно, письменно, то есть, здесь могут быть разные форматы, фронтально, индивидуально, то есть, опять же, способы зависят от текста, от количества времени запланированного на это. Конечно, им нужно оформить обязательно ответ, проверить, а проанализировать для себя, насколько они верны, то есть, дать обратную связь ученикам, и уже на основе вот этого алгоритма постепенно перейти к самостоятельному выполнению последующих текстов. Ну, это вот, что касаемо алгоритма. Какие основные приемы выделяются в методической литературе? Их несколько, да, то есть, это первое, цитирование и декламация, самый простой способ. Второе, это комментированное чтение, выборочное чтение, то есть, с поиском в тексте ответа на поставленный вопрос, как правило, он один, но максимум два и очень кратких. Анализ текстовых исторических источников, это, собственно, сводение учениками способа внутренней и внешней критики источника, и также проведение его структурно-смыслового анализа. И самый сложный, наверное, редко встречающийся прием, это сопоставительный анализ текстов. Тоже, в принципе, возможный случай, да, но они требуют определенной подготовки. Если говорить о цитировании и декламации, то цитата может использоваться как иллюстрация к изложению материала, а может, как источник для анализа изложенных в цитате, да, фактов, оценок, суждений авторов. Ну, например, можно подтвердить свои суждения о консервантизме в области образования Александра Третьего, цитаты из циркуляра о Кухаркиных детях. Даже если вы процитируете или продекламируете выведенный на экран текст или с однослух, да, то можно задать ученикам вопрос, в чем смысл источника, да, то есть, почему он был издан, да, какую цель преследовал. То есть, не просто сухие факты учебника, а еще именно источники. Его можно процитировать или продекламировать. То есть, это не только форма, как вы понимаете, пятого-шестого класса, но и более поздний. Но они, конечно, адаптируются по объему. Это должны быть очень небольшие, но точные цитаты из источников. Второй прием методический – это прием комментированного чтения. То есть, текст учебника или адаптированный источник читают ученикам по абзацами, то есть, поочередно, вслух, и задаются ученицам вопросы. На уяснение незнакомых слов, что означает это слово, на уяснение смысла трудных словосочетаний, как вы понимаете фразу, на доказательство изложенных в тексте суждения, докажите фактами, прочитанную мысль, и на объяснение содержания, почему, объясните, в чем сущность, и так далее, и так далее. То есть, ну, это требует подготовки учителя этих вопросов к источнику. Третий прием, который чаще всего встречается в нашей школьной практике – это прием выборочного чтения источника. Ну, нацелен на поиск ответа на поставленный вопрос. Ну, вот пример, да, то есть, из форматов единого государственного экзамена. Да, прочтите отрывок из сочинения русского историка Платонова, и не случайно часто это дается указание, чтобы ученик понимал, что он читает не оригинальный источник, не первый источник, а вторичный источник. И задача учителя – тоже на это обращать внимание. Назовите им исторической личности, о которой идет речь. Можно, конечно, спросить у учеников, почему они так решили, на основании каких фактов, на основании каких цитат из источника. То есть, вот оно умение. И часто вы сталкиваетесь и сталкиваетесь, если не сталкивались, что ученики в шестом-седьмом классе начинают говорить о том, почему мы должны это делать, да, почему мы должны извлекать. Ведь есть учебники, все написано, да, зачем нам догадываться, да, мы же не знаем всех источников, да. То есть, вот это наша задача, что они научились искать и объяснять, почему они отвечают на вопрос таким образом. И проверяются заодно их и знания, да, по теме. Поэтому такой прием очень интересен на этапе закрепления материала и на этапе проверки домашней усвоенности, предыдущей темы на домашнем задании. И, конечно, в наших самостоятельных работах, проверочных работах тоже подобные задания нужно вставить. Что касаемо анализа текстовых исторических источников, то они сейчас по сути есть и в ОГЭ, и в ЕГЭ. Поэтому, конечно, подобные задания нужно тоже использовать на уроках. То есть, они осваивают внутреннюю, внешнюю критику источника и структурно-смысловой анализ, да. То есть, кого автор поддерживает, почему он поддерживает, например, третий вопрос, да. Это вот именно смысловой такой анализ. Чем закончилась описанная битва, да. То есть, какие причины указывает опять автор, да. То есть, это проверка внимательности, да, чтобы они искали то, как нужно давать ответ. Ну и, кстати, какой год, имя великого князя, то есть, опять же, подобные тексты, ну, они требуют определенного времени, можете дать после урок, на следующем уроке, на проверке домашних заданий. Вместо того, чтобы параграф они рассказывали, да, то есть, или еще какой-то способ. Вот, у вас есть исторический источник, проанализируйте его, да. То есть, и опять же, мы можем выявить, какие новые факты он приводит, да. То есть, что, обратите внимание учеников на то, что это летописная повесть о побоище надо мной, да. То есть, это средневековый автор. Текст отражает его мировоззрение, потому что там как раз одна из причин, почему исход, да, такой, да, поддержка божественных сил, да, то есть, Бога и Богородицы, по-моему, если я правильно помню текст. Ну, и последняя буквально цитата тоже, да, то есть, Господь Бог ввел его, да, то есть, вот оно, указание на мировоззрение авторов. Тоже с этим нужно работать, дабы формировать правильные исторические представления у учеников. И сопоставительный анализ текстов, конечно, это сложный прием, да, он требует большого количества времени, да, то есть, поэтому, конечно, такие тексты можно предлагать только на, в основном, да, не только, а в основном, на повторительные обобщающие уроки. Вот, и именно поэтому повторительные обобщающие уроки крайне важны, да, то есть, именно там мы можем проверить сформированность знаний, да, обобщить материал, плюс поработать с умениями. Поэтому, если у нас только уроки комбинированные или изучение нового материала идут долго-долго сплошняком, и нет уроков закрепления, нет уроков повторительного обобщающих, то это плохо сказывается на результативности, не формируется устойчивое знание, да, то есть, мы очень редко работаем со знанием, поэтому здесь нужно обязательно планировать подобные уроки. Ну, вот, я предлагаю, например, из этого же пособия, которое я называл анализ исторического источника, два текста, посвященных Александру Третьему, да, то есть, либо мы даем по группам, например, да, то есть, первому ряду, второму ряду, либо всем ученикам, да, и работаем фронтально, они видят, например, укажите имя императора, о котором идет речь, и здесь тоже, да, то есть, ну, поэтому лучше по рядам дать. Но тексты об одном и том же правителе, да, то есть, одинаковые хронологические рамки, да, то есть, понятное дело. Но если первый текст, и историки оценивают Александра Третьего сугубо позитивно, потому что это коллективная работа, посвященная 300-летию монарха, династии Романовых в 1913 году вышедшая, и здесь они приводят эти факты, да, на базе чего они выстраиваются, то второй текст, это историк советский Чернуха, и, соответственно, здесь критическая позиция Александра Третьего, и опять же, у него своя система аргументации. Вот здесь мы, кстати, и говорим с вами, да, то есть, о том, делаем выводы, можем подвести учеников, что историки оценивают факты, нужно комплексно, да, то есть, и позиция может быть как позитивная, так и негативная, но она должна базироваться всегда на каких-то фактах и установках, но и благодаря совокупности всех, анализу всех фактов, да, то есть, можно сделать более объективные выводы. Вот сопоставительный анализ, он очень полезен, и с ним нужно работать. И, обращаю ваше внимание, да, что нужно еще приучать учеников о том, что фиксировать информацию источников. То есть, это либо составление планов, либо каких-то тезисов, либо конспектов, либо ответ письменно на вопросы, для чего не только нужно устно, да, понятное дело, что устно это экономит нам время, но это не всегда развивает умение грамотно формулировать суждения, да, чтобы они были очень точными и четкими. Вот поэтому, конечно, иногда можно, там, составьте план текста, ну, не такого, да, простого, а более сложного. Или, как здесь, например, ответьте письменно на эти вопросы, да, то есть, и опять же, это в самостоятельных работах можно вставлять эти задания, но сначала нужно научить учеников, чтобы с них спрашивать. Вот сначала его научим, а потом уже мы только спрашиваем, то есть, сначала мы формируем умение, и только потом мы можем посмотреть, как оно сформировано, дать обратную связь ученику в виде, там, отметки, комментарии, пояснения и так далее. Кстати, обратите внимание, да, что мы можем использовать и по 20 веку художную литературу, да, того же Булгакова при описании НЭПа, да, то есть, и это очень интересно, обращать внимание учеников на то, что история отражается, в том числе, в литературных произведениях. Ну, система вопросов здесь ориентирована на форматы, конечно, ОГЭ и ИГЭ. Таким образом, да, то есть, работа с текстом способствует знание, полученное учениками, да, то есть, освоение основных понятий. Комплекс умений по работе с текстом – это целый перечень, да, умение комментировать, умение выделять основную мысль, умение развивать текст на смысловые части, поэтому это надо учить, умение, например, составление плана, умение находить ответ на вопрос, определять причины и следственные связи, умение делать выводы, систематизировать, анализировать и использовать содержание текста в контексте иных источников информации. То есть, это все очень достаточно многообразно. И, конечно, речевые умения тоже нужно и письменно развивать суждения, но и устно, и не забываем, что именно в симбиозе у нас развивается умение более хорошо. И основной вывод, который можно сделать, что работа с историческими текстами включает в себя комплекс этих умений и знаний, но они формируются постепенно и поэтапно. И вот сейчас мы с вами посмотрим нашу систему итоговой аттестации, условной от промежуточных работ пятого класса до ЕГЭ, как у нас сейчас возрастает требование по умению, какие-то предъявляются требования по умению работать с источниками в разных классах. Ну, начнем с пятого класса. Есть итоговая всероссийская правочная работа, да, и мы видим, что мы видим, какое задание направлено на работу. Везде в каждой работе, обращая ваше внимание, есть задание на работу с историческими источниками, что в пятом, что в седьмом, что в девятом классе, везде. Поэтому это важно. Что в ЭПРе пятого класса мы видим? Мы видим перечень, ну, стран, да, то есть, и есть источник. Нужно ученику определить, к какой стране относится тот или иной текст, да, то есть, на основании ключевых, опять же, слов. На основании, не просто ключевых слов, да, потому что непонятно здесь, что же жрецы, например, да, то есть, они везде были, да, то есть, но вот именно надо увидеть, проанализировать суждение, что здесь идет речь о городах, да, то есть, о многочисленных, но именно не полиса, да, а где цари есть, да, то есть, причем божественный сын, так, да, то есть, ну, соответственно, нужно проанализировать, да, потому что в Риме-то уже были цари, да, но относятся ли к этой эпохе, вот, ну, понятно, ур, царь ур, значит, это шумерские города-государства, да, то есть, ну, вот, так, если я, а нет, да, если я правильно понял, сам этот текст давно в пятом классе не работал, да, ну, идемте в шестом классе. В шестом классе у нас возрастает степень, немного, всего немного приращения идет, мы видим ту же самую картину, что есть небольшой исторический источник, но его нужно отнести также к какому-то перечню, но не к какой-то стране, а к какому-то стране. И здесь, опять же, поиск по основным ключевым словам, но и понимание содержания и смысла, да, что мы видим князя Игоря, который у нас с вами ходит за повторной данью, да, то есть, в полюде, да, то есть, здесь идет описание полюде, если мы работали на уроках, да, то, соответственно, никакой проблемы у ученика не возникнет, он отнесет это к внутренней политике киевских князей 1882-1972-го годов, то есть, напишет там букву «КО». То есть, мы видим, что в пятом классе, да, к стране, в шестом уже к событию несколько возрастает на степень сложности, но немного, что мы видим в седьмом классе, в всероссийской правочной работе, а вот в седьмом мы уже видим, что дается исторический источник, и нужно указать, например, его название, и название, например, то есть, контекстные знания проявить государственное учреждение, с деятельностью которого связано появление данного исторического источника, ну, в частности, соборного уложения, потому что тут именно идет речь о введении бессрочных сыскобеглых крестьян, это, понятное дело, соборное уложение, и был принят он на земском соборе, да, то есть, вот, собственно, что требуется от ученика, то есть, краткий ответ, но, тем не менее, нужно внимательно вчитаться, понять содержание, вспомнить, из какого это, может быть, источника, ну, могут быть еще какие-то контекстные вопросы, при каком царе я там был, да, то есть, разнообразие вообще может быть на экзамене, поэтому, конечно, работе с ними, с такими источниками нужно уделять внимание в седьмом классе, и уже не просто выберите какой-то один ответ, да, а сами им формулировать. Восьмой класс. Восьмой класс это примерно то же самое, только на уровне материала восемнадцатого века. Первое задание требует, проверяет умение работать с текстовыми историческими источниками, напишите, например, автора данного документа, да, то есть, кто из правителей его подписал. И второе, на основании атрибуции нужно проявить знание контекстной информации, да, то есть, укажите название периода правления императрицы, которая подписала приведенный документ, закрепивший в исторической науке и получивший название в честь ее основного фаворита, да, то есть, ну, с одной стороны Анны Анну, но с другой стороны Бероновщина, да, то есть, вот, как бы, второе задание содержит определенную подсказку. Но, в принципе, ВПР ориентирует нас достаточно строгие формальные ответы, но в процессе обучения, конечно, мы же не только должны подобный тип задания анализировать, а более широко посмотреть и использовать все методическое разнообразие типов, которые, ну, уже были показаны, да, приемы, и еще мы посмотрим с вами сегодня. Но все равно, конечно, нужно учитывать познавательные возможности учеников. Теперь, что касаемо всероссийских правочных работ, где брать источники для работы, да, то есть, ну, я советую нашу линейку, да, то есть, выстроенную уже от пятого по восьмому классу всероссийских правочных работ, вот ссылочки уже появились, и пятый, шестой, седьмой, восьмой класс. Пятый и седьмой класс, вы видите, там, фиока, да, грифы фиока. Восьмой класс тоже получил гриф фиока, но уже книжка была подписана в печать, обложка вышла, поэтому без нее, но переиздание уже появится, конечно, это, но официально получена книга. И шестой класс тоже, насколько я понимаю, в процессе, да, то есть, ну, просто это время затягивает, но мы же выпускали для работы, да, то есть, книга с шестого класса несколько переизданий имеет, поэтому, действительно, все они соответствуют образцам по двум моделям, обратите внимание, потому что и пятый класс, и шестой, и седьмой класс, две модели существуют в этом году. Ну, не знаю, когда мы будем это теперь писать, но, суть по всему, по заявлениям Рособорнадзора, ВПР никуда не денутся, да, то есть, просто школа напишет их в своем режиме, когда посчитает нужным, но обязательно должна, ученики будут написать эти работы, когда выйдут, ну, понятное дело, с карантина и каникул, и, соответственно, ну, пройдет, доизучают материал, да, поэтому такая вот у нас свобода, но относительно. Поэтому на следующий год, да, эти книги нужно использовать модели заданий, включать в урок, включать вот на этапе закрепления, на этапе изучения, возможно, нового материала, проверки усвоенности, да, то есть, вы можете предложить задание промежуточное на уроке, тоже это нужно делать, иначе уроки превращаются в методически некорректный процесс, да. Что касаемо типов заданий, да, то есть, ну, в пятых, шестых классах можно использовать задания, да, ну, я здесь прибыл, понятное дело, хронологически из других эпох, из моделей прошлого ОГЭ, но по типу, понятное дело, что можно предлагать, да, можно давать небольшой исторический источник и спрашивать, например, определить автора, объясните, почему вы так считаете, да, то есть, ну, это если вы устно спрашиваете. Можно убрать фамилии, но тогда требуется, понятное дело, подбирать так источник, чтобы по смыслу был понятен ответ, да, то есть, ну, вы видите здесь в первом случае, да, что осмелюсь и подобное всеподданнейшей донести вам всемилостивейшие государства, что вступление неприятеля в Москву не есть еще покорение России. Напротив того с войсками, которые успел я спасти, делаю я движение на Тульской дороге, «Сие приведет меня в состояние защищать город Тулу и Брянск и прикрывает мне все ресурсы в обильнейших наших губерниях заготовленные». Но, понятное дело, надо забрать, можно убрать здесь фамилии, да, и спросить, кто автор, да, и почему ученик так считает. То есть, здесь требуется определенная адаптация, да, то есть, источника. Что касаемо 7-8 класса, то какие модели заданий можно использовать? Ну, можно использовать и предыдущую модель, вставлять ее в правильную работу, потому что ученики уже освоили в целом ее. Дальше можно, конечно, давать уже большие источники, потому что 7-8 класс вы видели, какие модели, да, то есть. И здесь можно требовать не только внешнюю атрибуцию, но и внутреннюю. Ну, как правило, можно подбирать не только оригинальные первые источники, но и вторичные источники работы историков, например, тех же самых, потому что все же тексты будут попроще, и с ними можно будет уметь работать. Ну, небольшой вы видите фрагмент в два абзаца, и к нему вопросы. Первый атрибут направлен на атрибуцию документа. Ну, например, укажите с точностью до половины века, или там до десятилетия, когда произошли описанные события. Назовите царя, ко времени проблем которого относятся описанные в тексте события. Может быть логический анализ. Запишите предложение, где описаны ситуации, о причинах, которые сказаны в тексте. Назовите не менее двух фактов, приведенных в отрывке, которые явились причиной неуказанной ситуации. Ну, то есть, очень интересные задания, да, то есть, это прежняя модель основного государственного экзамена, который вполне может использоваться и в 7 классе, и в 8, да, то есть, адаптирую, она вполне подходит по возрастным особенностям учеников. Ну, вот что касаемо таких заданий, да, текста. Что мы видим в 9 классе? В 9 классе, конечно, у нас есть ОГН, и мы видим, что есть одно задание с историческим источником, но оно очень интересно связано с картой. Например, прочитайте текст, укажите название реки, пропущенной в тексте. И поэтому, опять же, такие источники нужно использовать, именно, да, укажите, например, название реки, пропущенной в тексте в 6 классе, да, то есть, про, здесь идет речь про, понятное дело, про него. Вот ученики, я думаю, вполне могут в 6 классе по мере изучения материала ответить на этот вопрос. Но их проверяют в 9 в том числе. Поэтому нужно постоянно использовать не просто чистые тесты, да, но и разнообразные по форме те же самые тестовые материалы, включая в них анализ исторических источников. И вот, что касаемо второй части. Мы видим с вами аж 3 вопроса. И это очень напоминает форматы ЕГЭ. Единственное, в чем отличие в том, что здесь не 3 элемента ответа в каждом задании, как на ЕГЭ требуется, а всего лишь по 2. И за каждый ставится балл. Но первый вопрос, он, собственно, на внешнюю атрибуцию текста, то есть, век, к которому относятся, кто мог быть автором, укажите, там, имя князя, который пропущен, да, то есть, и так далее, и так далее. Второй текст на внутреннюю атрибуцию, то есть, на смысловой такой анагаз, да, то есть, почему князь советует особенно внимательно действовать во время военных походов, да, то есть, и там есть ответ на этот вопрос. Почему согласно тексту, понимаете, опять, это умение работать ученика с текстовым источником, с вопросом, то есть, не просто прочитать текст, а именно найти тот фрагмент точно, выписать его, да, почему важно чтить гостя, откуда бы он ни был. Семнадцатое – это уже, понятное дело, проверка контекстных знаний, да, то есть, подложите любое последствие правления князя, автора текста, откуда взятый отрывок, да, или в отрывке из летописи упомянут «Дед князя, укажите прозвище деда», да, то есть, ну, тут не летопись, а немножко, вот, и все же это оригинальный источник, да, ну, в общем, то есть, будьте аккуратны с оставлением вопросов в том числе. Так, ну, это вот что, ну, и, соответственно, ответы вы видите, поэтому, опять же, раз лога проверяют, подобные задания можно давать и учить, да, не на контроле, а именно в обучающих целях, да, и в шестом классе, и в седьмом, и восьмом, и в девятом. Вы скажете, естественно, где брать материал. Ну, у вас много, наверное, источников, но вот могу порекомендовать еще две, два пособия, две книжки. Первая называется «30 тренировочных вариантов», и там есть, соответственно, 30 источников второй части, и которые можно подобрать, там, да, для уроков, ну, сделав закладочки, либо от себя копировав, либо еще каким-либо образом. Но мы в основном рассчитываем, что это пособие вы будете 30 вариантов использовать в девятом классе, и, соответственно, повторять материал и отрабатывать умения, да, работать с историческим источником, например, на элективном курсе. Что касаемо тематического тренинга, вот здесь вы можете как раз использовать, подбирать источники, да, они очень там хорошо расположены по хронологическим эпохам и по типам. Поэтому вот второй пособий, тематический тренинг, ну, я бы тоже всячески-всячески рекомендовал, да, то есть, потому что подобного аналога для основной школы вы не найдете. Поэтому, пожалуйста, приобретите, да, и вполне можете использовать. Ну и дальше у нас с вами старшая школа, 10-ая, то есть мы про этапность, да, как умение работать с историческими источниками. У нас есть всероссийская пророчная работа для 11-ти классников. И здесь, по сути, вы видите, что источники есть, к нему также заданы 3 вопроса, просто они попроще, как в формате ОГЭ, по сути. Просто ОГЭ по желанию выбирается, а 11-й класс пишет все. Ну, те, кто не сдают ЕГЭ, потому что ЕГЭ, конечно, у них еще в высшей степени трудности задания. Ну, источник, да, к нему 3 вопроса заданы. В первом, опять же, внешняя атрибуция. Во втором, внутреннее, то есть смысловое чтение проверяется. Ну, и третье, это уже, собственно, проверка контекстных знаний, да, в том числе укажите название любого представительного, со словом представительного органа существующего в России до описанных отрывков событий, то есть до Государственной Думы. И здесь один ответ, и, соответственно, по большому счету, ну, допустим, любой вариант допустим, да, то есть однобальное задание имею в виду. Ну, поэтому там много ответов может быть, но любой будет засчитан. Что касаемо единого государственного экзамена, то вот в ЕГЭ разработчики выделяют огромное внимание работе с заданиями по анализу исторических источников. И мы видим аж шесть заданий, а именно шестое, десятое, двенадцатое в тестовой части и три в развернутых заданиях, ну, задания с развернутым ответом. Всего выставляется 11 баллов из 56, это около 20% работы, чуть-чуть меньше. Но, если, например, вычесть сочинение, да, то остается всего 44 балла, потому что сочинение 12 баллов в этом году дают из 56, то есть всего 44 за тестовые развернутые, кроме 25-го задания. И вы увидите, что 11 из 44 это четверть заданий, ну, четверть баллов. И, кстати, почти одна четвертая часть заданий. Так что, несомненно, большое внимание уделяется этому. И поэтому мы тоже должны уделять этому внимание. Что же проверяется на ЕГЭ? Ну, вы видите, задание шестое у нас, обставительный анализ двух источников и шести характеристик, нужно подобрать по две каждому из источников. В номере 10 у нас поиск информации в источнике отширяется. Это то задание, да, простое по форме, и вы видите, статистика его какая хорошая. И анализ верности суждений. Надо выбрать три суждения из шести положений, да. Результат 57%. То есть результаты везде в целом очень и очень за 50%. Это свидетельствует о том, что, ну, наверное, в тестовой части мы научились работать. И в этом году, посмотрите, какие хорошие результаты по были. Ну, не знаю, что будет в этом году, да, в 20-м. Но в 19-м году по результатам ЕГЭ статистика по развернутым ответам была очень позитивной, что 20-е задание более половины, почти половину выполнило, да, чуть-чуть больше. 21-е. 3 четвертых получили баллы. Не просто, это средний балл. То есть практически все получили хотя бы один балл, но кто-то получил один балл, а большинство получило два балла, то есть максимальный балл. 22-е задание. Контекстное знание. Ну, около третье. Около третье, ну, понятно дело, почему. То есть вот формулирование этих причин в следственных связях, это тоже целое искусство, которое не все ученики осваивают, ну, при подготовке к ЕГЭ в том числе. То есть я, надеюсь, убедился, что работать с источником – это важно. Что же на ЕГЭ, да, то есть, ну, мы начнем с модели 10-я, да, на экзамене. Ну, здесь не смотрится на нумерацию, это просто из пособия я взял. Поиск информации в источнике, да, то есть это модель, которую, да, нужно прочитать, понять его основной смысл, посмотреть на, наверное, ключевые слова и написать ответ по условию задания. Тоже внимательное чтение. Вот поэтому нужно постоянная практика, да, из урока в урок включать такие задания, в проверочное, чтобы развивать внимание учеников, да, и, ну, отработать с ними это умение. Оно формируется в основной школе. В 10-м, 11-м уже оно должно быть сформировано. Задание по модели 12 – это анализ источника в выборах трех суждений из шести. Опять же, надо внимательно прочитать ученикам, что три суждения. И здесь должен быть алгоритм выполнения заданий, которые должны усвоить ученики, что они сначала читают текст, понимают его содержание. После этого они читают одно суждение за другими. Если они уверены в верности, они ставят плюс. Если они уверены, именно уверены, да, понимают, почему он не верен. Например, суждение 2, что обособленное положение земель, о котором говорится в отрывке, завершилось в год управления Ивана IV. А там идет речь о Рязани и Твери. Да, то есть, вот, собственно, соперниками князя были правители Рязани и Твери. И они точно знают, что Рязани и Твери были присоединены при Иване III и при Василии III. Но не Иване IV. Тогда, если он это помнит и знает, он точно ставит минус. Да, то есть, если он не уверен, пусть знает на вопрос, оставит и пропускает. Это вот алгоритм. Не про то, что я не знаю, да, поэтому неверно. Именно если я знаю, почему это неверное суждение, точно это знаю факт, тогда ставлю минус. А если не какой-то промежуточный, тогда вопрос. И пропускаю. Ну и вот, собственно, они должны все 6 суждений так проанализировать. Одно за другим. Одно за другим. И как к этому приучить, да, то есть, и объяснить, ну, то есть, чтобы они это сделали. То есть, подобную алгоритмизацию. А для этого надо, вот, предлагать подобные задания. То есть, по форме, это, например, то же самое, но меняется модель задания, да, немножко. Что, прочтите отрывок, да, выберите из определенного списка ответы, да, верные суждения, да. А выберите из определенного списка вариантов, да, ответьте, отметьте верные суждения знаком плюс, а не верные знаком минус. Объясните свой выбор. Ну, здесь немножко надо поправить. И они, ну, должна быть схемка небольшая, да, в ответ прилагаться. Первый столбец – это номер суждения, второй – это плюс или минус они ставят, да, и третья, самая большая строчечка – это объяснение. И они пишут, да, почему автор послания не Горбачев, например, да, то есть, если они уверены, что это не Горбачев. Или они могут поставить знак вопроса и объяснить, почему они не понимают, да, то есть, вот если подобные задания, да, делать, то вот этот алгоритм у них сложится, да, то есть, и они смогут уже самостоятельно это делать и переносить уже вот на модель, которую мы смотрели перед этим, да, то есть, на экзамене автоматически. Вот, собственно, что нужно сделать, да, почему не 68-м год, да, то есть, они пишут. Потому что Карибский кризис относится к 62-му году, да, да, события получили название Карибского кризиса, плюсик, да, ну, опять, здесь можно объяснение, по каким признакам это они определили, ну, почему в тексте, где в тексте сказано. Проверять это можно, не обязательно письменно, вот это можно как раз фронтально-усно проверить, да, то есть, и увидеть, все ли правильно, может, какие-то дополнительные факты из источника. То есть, здесь мы, получается, что препарируем источник, учим работать с ним, учим его анализировать, учим видеть его содержание. Что касаемо сопоставления источника, то это самая, наверное, сложная модель в статистике на 53%, потому что здесь нужно прочитать два источника и выбрать по две характеристики. И, опять же, нужно не ориентироваться сугубо на ключевые слова, а нужно понять, о чем или ком идет речь и выбрать, проверить прям все характеристики, да, то есть, и понимать, почему каждый из них подходит, а остальные не подходят. То есть, включение подобных заданий в школьную практику, оно необходимо, но это возможно только в старших классах, да, потому что в основной школе, в классе седьмом, например, мне кажется, это очень сложная модель заданий, да, и там, ну, хотя бы можно выберите верные суждения, объясните, да, то есть, к одному фрагменту, а уже сопоставление, ну, это материал старших классов, плюс того модуля, который, ну, явно предполагается при подготовке к ЕГЭ сейчас в 11 классе, да, есть проблемы, конечно, что будет в ЕГЭ. Дальше. Давайте посмотрим, что у нас дальше. Дальше у нас идет вторая часть, и у нас там три задания, это 20, 21 и 22. Первое задание, я уже сказал, что оно направлено на характерическое авторство, времени, обстоятельств, цели создания источника. То есть, нужно атрибутировать источник, можно здесь либо по ключевым словам это сделать, либо лучше всего по контексту, это более верный способ. Второе задание, да, то есть, это умение проводить поиск исторической информации в источниках разного типа. То есть, поиск информации в явном виде, даже выпускник, если плохо знает факты, ему нужно просто выписать из текста требуемые элементы. Он может неверно атрибутировать текст, но это задание, 21, он выполнить может. И задание 22, то есть, третье задание к историческому источнику во второй части, это уже структурно-функциональный, временной, пространственный анализ, да, это как раз здесь требуется контекстная информация, которая по содержанию выходит за рамки простой атрибуции. И здесь мы понимаем всю сложность этих заданий. Поэтому, конечно, в основной школе тоже подобные задания, потому что и в ОГЭ тоже самое, да, нужно вставлять, но единственное, из пособия, вот о котором анализ исторического источника я говорил, можно выбрать, ну, адекватные по возрасту тексты, они есть, там, статья юриста Чубинского, да, то есть, например, не оригинальный источник, да, а отзыв, вернее, он оригинальный, да, то есть, это причем современник пишет. Но, тем не менее, текст адекватен нашим лексическим, ну, очень по возрасту, по лексике подходит, да. То есть, о какой реформе говорится, с какого года она началась, да, укажет не менее трех положений, способствующих тому, что мировые суды стали вызывать доверие у населения. Это в тексте найти можно. Контекстные знания, назовите другие великие реформы, да, простое задание, ну, вот оно на этапе, таком, знаете, закрепления, или повторительно общающие уроки, например, да, на уроки закрепления вполне подойдет. Вот, там, можно сказать. Вот это, еще раз показываю, да, книгу, вот по анализу, то есть, их можно вполне использовать дополнительно к, не только в старших классах, но и в основной школе. Поэтому приобретите у кого-то последнее издание, потому что мы постоянно обновляем. Где еще брать исторические источники подобного типа, да, которые используют на ЕГЭ, для использования в практике? Тридцать вариантов, да, тридцать вариантов, ну, есть модель 6, 10, 12, 20, 21 и 22. То есть, все там есть, тридцать вариантов. Единственное, закладочки, конечно, придется адаптировать. Диагностику, сформированность умений анализировать можно, например, производить с помощью тематических проверочных работ. Вот вы видите книгу 11 класса, да, то есть, ну, мы так назвали ее условно, ну, можно и в 10, если вы пока по линейной системе, по концентрической системе идете. Здесь 10 вариантов, но они разбиты на 5 хронологических периодов. С 9-го к 16-го, к 17-й, к 18-й, к 19-й, ну, первая половина 20-го, вторая половина 20-го, начало 21-го. Вот полный аналог ЕГЭ, и, соответственно, вы можете замерить и посмотреть, насколько они умеют искать информацию в источниках, насколько они сопоставляют, насколько они выбирают верные суждения и проводят внутреннюю и внешнюю атрибуцию источников, да, в развернутом виде, то есть, дать советы, то есть, эти 10, там, комплектов, да, 5 вариантов, 5 параграфов по 2 варианта, ну, позволяют такую очень интересную работу проводить и точечно работать с этим. Дополнительно тестовые задания, да, то есть, это в тематическом тренинге вы можете найти, и здесь удобно то, что это разбито по хронологическому, именно тем тренинг, вот эта книга, да, то есть, которая у вас, получается, на экране слева, да, а справа это тематические задания базовые повышенной сложности, вот как раз тестовые части, они, кстати, не пересекаются по содержанию, то есть, там совершенно уникальные разные задания, но вот вторая книга, она уже, собственно, по типам, которые есть на ЕГЭ, и расположена они в фронологической последовательности, что удобно для подбора, например, использовать их можно и в основной школе, ну, не все типы, да, и, опять же, не столько, наверное, на этапе контроля, да, а на этапе обучения с обучающими функциями, а не только контролирующими. Но это все мы говорили с вами про историю России. Есть еще по всеобщей истории практику, и коллеги, и кто его приобретал или имеет, они не дадут соврать, что очень интересно построена в нем работа, и она не только для заданий 1.11 ЕГЭ, она для основной школы, в первую очередь, вот эта книга позволяет вам разнообразить учебный процесс, и в ней очень много работы именно с историческими источниками, как первоисточниками, так и вторичными, и вообще работа с учебным содержанием, с картами, с учебным текстом, да, то есть не каким-то вторичным, а специально поднаписанным и отобранным. Работа с иллюстративным материалом, извлечение из него информации. То есть это позволяет очень хорошо формировать умение работать разнообразно в соответствии со стандартом и закреплять знания, да, то есть в ходе практической деятельности. И не просто какие-то бессмысленные задания перепишите, да, только лишь, вот, а именно по анализу. Ну вот я всегда привожу этот пример, потому что он очень такой удачный, всего две странички, а так-то параграфы больше, да, то есть есть текст про тройственный союз и про антанту, да, и есть карта, да, и, соответственно, рассмотрите рисунки, да, то есть и выполните задание. И на мой взгляд это удачное, интересное задание, да, и еще можно отметить то, что это всего лишь один из эпизодов, да, то есть, ну, один из примеров таких очень маленьких, специально, чтобы на один слайд уложить. Что касаемо всеобщей истории, да, вы можете использовать эту книгу, еще раз, эти параграфы, они фронологической последовательности заложены по всеобщей истории, да, то есть, вот это пособие, на мой взгляд, заслуживает пристального внимания. И отдельно, конечно, у нас с вами есть учебник по истории России для ЕГЭ, да, то есть в трех частях мы написали, то есть некоторые коллеги посмотрели уже, какие-то используют в учебном процессе, какие-то в частной практике используют. То есть, на мой взгляд, очень удачно в том плане, что он за вас все выстраивает, да, то есть у вас есть проблемная ситуация, у вас есть основное содержание, с которым вы можете работать, да, то есть разнообразно, как правило, да, то есть есть задание, например, после пунктов, вы видите, да, Павел Первый показывает, есть пункт, который вы можете составить, да, например, основные реформы внутренней политики, проверить их, да, то есть какие важные выписали ученики, и третье, еще задать вопрос на понимание, почему, например, было необходимо Павлу ограничивать Барщину тремя днями в неделю. То же самое и с внешней политикой, вы можете разнообразные способы и сами рассказывать, показать это с помощью, там, карты или, например, с помощью какого-то ролика, вот, можно вообще ограничиться текстом, да. Есть там сравнение точек зрения, всегда параграф заканчивается вопросами и заданиями для закрепления, то есть либо на уроке, либо на следующем на этапе домашних заданий, и всегда есть, вот, посмотрите, что есть. Работаем с историческими источниками, да, то есть вот практически всегда эта рубрика есть, то есть как минимум, и этот источник можно использовать не только на этапе закрепления, вот они выписали, например, реформа, да, а теперь открываем страницу после параграфа, да, читаем источник и отвечаем на вопрос. То есть это сразу совершенно иное представление, формируется иное представление о новом указе о престоле наследия Павла I, да, какие же там, да, изменения, новшества там вводятся, да, почему он лучше прежнего порядка, да, в чем суть, почему он был принят, то есть посмотреть, сколько вопросов, да, интересных для, можно задать. Можно ли это использовать в основной школе? Да, тоже можно, да, то есть, но здесь определенная немножко, наверное, адаптация может быть, хотя бы и учебник тоже можно использовать, ну, и в основной школе как дополнение, именно по системе заданий, да, или, например, русско-японская война, ну, ее показывают тоже, да, то есть вы видите, что та же самая схема, да, тот же проблемная ситуация, потом вначале для мотивации, потом материал, то есть вопросы после каждого там пункта, да, составить там хронологическую таблицу, вот, есть там дополнительные, кстати, вот насчет дополнительных ставок, посмотрите, как вы можете, например, пятый пункт, да, не давать их не читать, а сказать о том, что вот русское общество, да, по-разному относилось к войне, на первом этапе, да, там, наверное, позитивно, но власти не смогли там объяснить цели войны, и вот, например, можно привести цитату, которая выделена на фоне, голубом фоне, да, что известный военный деятель генерал Свечин, да, то есть и вот его цитата, да, о чем это говорит, да, то есть вот здесь можно всегда приводить и использовать этот учебник разными способами. Так, ну, Портмурский мир, да, то есть итоги его, и, кстати, вот они прочитали пункт, но можно сразу же закрепить это после этого же параграфа, да, например, этим же условием Портмурского мира, то есть найти этот источник. Вот мы предлагаем после параграфа несколько иные, да, поскольку, ну, невозможно, там, его все условия слишком просто, да, все условия содержатся, но на этапе, например, закрепления вы можете ученикам предложить на следующем уроке, вернее, да, проверки, домашние задания, опросы, вы можете подобрать этот источник и спросить, какие условия, какой это мир и так далее. Но вы видите, да, что рубрика есть и готовимся к экзамену, и вы видите, что здесь есть тоже небольшие задания, которые есть и в ЕГЭ, и в УГЭ, да, и в наших проверочных работах. Поэтому, на мой взгляд, удачно их использовать. То есть, глава заканчивается тоже всегда уже для уроков именно повторительных обобщающих, есть рубрика «Работаем с историческими источниками», есть рубрика «Готовимся к экзамену», и вы видите, что здесь разные, опять же, постоянно используются так или иначе источники, да, то есть укажите год, к которому относятся. Ну, разные типы, которые встречаются на ЕГЭ и УГЭ здесь присутствуют. Вот эта линейка, которую можно тоже, наверное, использовать в учебном процессе. Так, ну, мне кажется, по теме я рассказал все, но мы с вами немножко еще о наших книжках, которые можно использовать в учебном процессе, и обратите на них, на мой взгляд, пристальное внимание. Это картографический практикум, это иллюстративный практикум, да, написанный совместно с Петром Афанасьевичем Ушаковым. Вот карты, иллюстрации, это тоже источник информации. Мы сегодня говорили только о письменных, но еще есть иллюзуальные, как вы понимаете, есть карта-играй-карты, может быть, источником информации. И вот здесь эти пособия незаменимы для отработки тех умений, которые проверяются на едином государственном экзамене. Ну, и книга по развитию российской культуры тоже есть, хотя вот в учебнике тоже она очень хорошо изложена. Но вот системным курсом дается здесь, и плюс там есть практика, которая позволяет отработать и посмотреть, насколько ученики ваши освоили культуру. Именно с помощью книжки «История развития российской культуры». То есть это теория и практикум с иллюстративным материалом. И обращаю ваше внимание, что у нас есть серия ВПР не только по истории, но и по обществознанию. То есть это шестой, седьмой, восьмой класс. Все, как сказать, работы соответствуют. Новые книги соответствуют последним демо-версиям. Вот даже значки Федерального института оценки качества образования. Ну, восьмой класс просто спешили, он тоже получили, но обложка не стоит. На обложке не стоит. Но при переиздании обязательно уже будет поставлено, поэтому можете приобретать. И немножко про журнал. То есть мы продолжаем ждать от авторов, учителей статьи, публикации. Журнал «Предподавание истории в школе». Мы думаем, что материалы этого журнала полезны. Но вот в мае могу анонсировать, будет большая статья такая. Не столько, наверное, статья, сколько приложение там будет интересное. По точкам зрения, по степени аргументации на ЕГЭ. Там будет предложено 250 подобных тезисов, которые либо использовались на экзаменах, то есть за последние годы, либо они полезны для учебного процесса. Вот, опять же, для вашей работы, да, то есть вы можете вот эту публикацию потом посмотреть в журнале, да, то есть использовать постоянно там по типам, по хромологически, по периодам оно будет выстроено. И даны объяснения, что и вообще, как работать в 24-м задании. Мы это делаем регулярно, но будет вот так на статье. Вот последний выпуск, мартовский, например, посвящен как раз работе с историческими источниками. То есть там есть теоретическая статья по развитию коммуникативных умений, и есть две прикладных разработки, да, по Ивану Грозному, например, урок дискуссии, опять же, там приложены хорошие прям подборки оригинальных точек зрения Юрганова, да, по репетиции Страшного суда, интерпретация Кобрина, Причнины. То есть, понятное дело, для 6-го, 7-го класса сейчас это как бы сложно, да, но для концентра, для углубленного изучения, для тех классов, где много часов истории, 11-й класс будет повторением к ЕГЭ, там, наверное, вот это будет очень интересный урок и полезным он будет. И будет там урок по как раз 20-му веку, по войне, тоже работы с историческими источниками, на уроке по анализу, то есть вот по московской битве, если не понять, да, по московской битве, то есть тоже очень интересно, можно посмотреть, да, приобретать отдельный журнал, но лучше подписаться, конечно. Подписаться можно на сайте, там, увидеть электронную версию, пиш, да, то есть, ну, печатная версия, она более дорогая, поэтому, наверное, если школа подпишется, это будет хорошо. Вот про журнал, да, то есть тоже мы сотрудничаем, да, с Легионом, и там даем рекомендации, в том числе и по использованию пособий. Вот, ну, вопросов я вот не увидел, да, то есть, сейчас еще посмотрю, да, не было одни приветствия, вот, ну, если вопросов никаких нет, то тогда, наверное, мы с вами будем заканчивать, ну, по крайней мере, я, и, ну, надеюсь, что мы все будем с вами живыми и здоровыми, да, то есть, и карантин не продлится долго, и все же мы вернемся к учебному процессу, ну, а следующий учебный год уже будет однозначно лучше, да, то есть, и надеюсь, нас не будут преследовать никакие такие чрезвычайные ситуации. Всем большое спасибо, ну, спасибо. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok